Доброго всем вечера! Я всякий раз испытываю некоторые смущения, когда в рамках этого цикла показываю фильмы рубежа 60-х, 70-х. Если не изменяет память, сегодня пятый такой фильм. Просто потому, что все эти фильмы чудесным образом показывают, что история кино могла быть друг. И что тогда, в конце 60-х, была развилка. Был выбор. И мы пошли, если очень коротко, по пути, пролегающим сквозь крестных отцов, индиан-джонсов и влетели со всего размаху лбом прямо в трансформеров. И это было, хотя большинство из нас сейчас кажется это почти невероятным и слишком щедрым к человеческой расе, все могло быть не так. Могли пойти по иному пути, который как раз и намечался теми режиссерами, которых мне так часто приходится здесь говорить, просто потому, что они в результате остались невиданными. И если очень кратко, то причина этого состоявшегося выбора, который, разумеется, ничей не персональный, был совершен как-то по умолчанию, коллективным, бессознательным историческим процессом, причина этого выбора может быть очень коротко и очень обидно сформулирована как невыносимость свобода. Хорошая формула для эпохи после 68-го года. Это означает, что только при очень большом снобизме, который всегда лишь одна из форм страха, эти фильмы стоит обзывать экспериментальными, поисковыми. И есть еще масса снисходительных слов для этого направления в кино. Но это та снисходительность, которую, например, являли разодетые дамы-благотворительницы, посещая военно-полевые госпитры. А речь идет лишь о том, что если это эксперимент, то и любая свобода творчества имеет право лишь как эксперимент. Слово «свобода» и, скажем, «независимость» сегодня особенно важно, возможно, даже важнее, чем в предыдущих четырех случаях, потому что для Марселя Аннуна именно это затасканное, заезженное, практически потерявшее смысл, то есть обросшее большим количеством ложных смыслов слово оказывается ключом и к самому существованию кинопроцесса, и к тому диалогу, который режиссер ведет со своим материалом, в результате чего получается фильм, и особенно к взаимоотношениям кино и зрителя. Аннун ненавидел слово «публика» и всегда говорил именно о «зрителе», желательно в единственном числе. Вообще великое искушение сегодняшнюю лекцию построить, как какую-нибудь главку из «Так говорил Заратустра», потому что Аннун оставил очень много текстов после себя. И они довольно точны. И, казалось бы, можно говорить, «еще он сказал это, и еще он сказал это». Это не будет означать, что Аннун сверхчеловек или гений, это будет всего лишь означать, что он принадлежит к тому поколению шестидесятников, которое окончательно отказалось от, в числе прочих, романтических и неоромантических убеждений, от идеи о принципиальном бессилии слов, о том, что мысль изреченная есть ложь и всяком таком прочем, и все-таки начали называть то, что они делают, делают не для того, чтобы постичь и сформулировать истину, во что верили те, с кем спорили романтики, но потому что это хороший, может быть, лучший, а может быть, единственный способ хотя бы к ней приблизиться. Недаром, как я написал в релизе сегодняшней встречи, Недаром Марсель Аннун, родом из французского Туниса, который перебрался с родителями во Францию после освобождения и первое время хотел быть авиатором, попал в кино, увлекся кино благодаря тому, что однажды посмотрел фильм Брессона и величайшим комплиментом в своей жизни считал фразу, которую сказал о нем великий Йонас Мекас, о том, что во Франции это самый важный кинематографист со времен Брессона. В них обоих есть то понимание кинематографической каллиграфии, которые ничего не имеют общего с каллиграфизмом кинофашистской Италии, которые ничего не имеют общего с перфекционизмом коммерсантов от кино, и которое подразумевает, что точность написания, точность артикуляции в широком смысле слова, явления, изображения, слова, фразы, есть единственная возможность прикоснуться к тайне, которая является сутью каждого из этих явлений. Не раскрыть ту тайну, но всего лишь обнаружить ее как таковую, а не как досадную помеху на краю зрения и странный расфокус, который досадно портит нашу ясную картину мира. Иными словами, каллиграфия оказывается единственным ключом к подлинной поэзде. Обычно, по крайней мере до 60-х, каллиграфия и свобода существовали как бы в разных стопочках, на разных полках. Под свободой все-таки подразумевался некий порыв, сметающий намерения, условности, обстоятельства, раскрепощающий. Под каллиграфией же подразумевалось послушание и покорность некогда данным устоям и правилам. В 60-е, когда свобода стала главным трендом десятилетия, и потому получила возможность для самых разнообразных интерпретаций, она начала оказываться в том числе и такой. Любопытно, что в кинематографе, особенно в кинематографе французском, это понимание каллиграфии как свободы в первую очередь связано с мастерами словесности, которые приходят в это время в кино. В первую очередь такими, как Алена Роббрие и Маргарет Дюре. И Аннуна действительно иногда сравнивают с ними обоими. И когда в конце 80-х во французской синематеке чествовали Аннуна, то, по-моему, Серж Даней, один из ведущих кинокритиков Франции, в качестве комплиментов, в качестве формулы, назвал Аннуна литератором образом. Это в значительной степени правда. И различие между Аннуном и Роббрие и Лидюра в методе, в подходе к материалу, там, где Роббрие занимается, если можно так выразиться, тотальной петрификацией всего сущего, превращая в камень человека образ, слово, сюжетный ход. И получая в итоге камни всех масштабов, от гальки через статуи до дворцов, там, где Дюра, писательница по преимуществу, кино нужно как шум бытия, сугестивный, нечитаемый, вторгающийся в пробелы между словами и заполняющий их. Там Аннун берет слово не как противоречащее и даже не как противостоящее изображению, а берет звучащее изображение как единый неразделимый элемент. Когда вы в сегодняшнем фильме увидите сбои по звуку, когда текст отстает от артикуляции экранных героев или опережает ее, это не дефект копии, это сдвиг между образом и звуком, осуществляемый автором. Дело в том, что идею свободы, или точнее, независимости, Аннун действительно проводил на всех уровнях. Начиная с броских, и потому по большей части только броских, максимум вроде «Свобода изобретать, это значит изобретать свободу», и заканчивая покушением на святая святых кинематографической антологии, на представление о том, что кино есть зеркало. Аннун, в конец разозлившись фундаментальным мифом о кино, заложенным как то, от которого оказался не свободен даже Гадар, однажды сказал, что фильм – это не зеркало и не отражение. Фильм – это просто обратная точка по отношению к зрителю. И взаимодействие между экраном и зрителями существует на правах свободного пари, в которое фильм с ними вступает. Никто никому ничего не обязан. Ни художник – зрителям, ни зрителю – художнику. Художник занимается постоянным приближением к тому, к той точке, где ему видится, располагается истина. Разумеется, речь идет только о приближении. В конце концов, языковая основа свободы 60-х – это концепции французских структуралистов о вечно актуальном тексте, тексте, который пребывает в вечном становлении на глазах у зрителей. И эту концепцию, пожалуй, никто не воплотил с такой отчетливостью, как он, особенно в своем цикле «Четыре времени года», который он снял на рубеже 60-х, 70-х. Один из фильмов этого цикла «Зима» вы сегодня и увидите. Это фильм, который не просто пишет сам себя, как это было восьми с половиной «Феллини». Это фильм, который приближается к самому себе, как к заведомой неудаче. Первая фраза фильма, как уже видели те, кто пришел пораньше, этот фильм построен как фуга. Чуть позднее в своих трудах, посвященных монтажу, он напишет, что любой монтаж должен существовать как фуга. Это не означает банальный контрапункт. Это означает, что сопоставление образов, сложившихся в линии, выявляет смысл друг друга при повторе. Это означает в его собственной формулировке, что мы обводим изображение и приближаемся к нему, обводим слово и приближаемся к нему. И вот эта фуга, как постоянная обводка элементов, взятие их вместе с их контуром, когда они не взаимопроникают друг друга, не сплавливаются, но сплетаются, становится основанием для аннуновского монтажа. как и любой текст, любой аннуновский фильм о том, что создание фильма изначально принципиально обречено на неудачу, точно так же, как любое приближение к истине обречено на неудачу и имеет смысл постольку, поскольку оно происходит, поскольку оно длится, и именно эта длительность является длительностью текста, постольку, поскольку, как в свое время доформулировал Барт, цель исхода в исходе Моисей умирает, увидев Иерусалим и не войдя в него. Фильм, который вы сегодня увидите, построен в точном соответствии со всеми этими правилами, и оно набывали фильмы посложнее, позапутаннее, но вот эта дистанция, дистанция неудачи, дистанция уважения, дистанция тайны, на которой художник держится от материала, в зиме воплощена едва ли не более ясно, чем в любом другом его фильме. Это выяснение сути, которое возможно постольку, поскольку мы все время оттеняем ее соседними линиями. Те, кто играет, те, кто много играет Баха на фортепиано, знают на кончиках пальцев, что для Баха любая последовательность сойдет как тема. И то, что поначалу в первых двух-трех тактах может показаться почти беспорядочным нагромождением, к концу третьей страницы внезапно обнаружит свою гармонию и свой смысл или обретет в искусстве эти вещи равнозначные. Фильм, который Анун снимает в Брюгге, как начнет оказываться ближе к концу фильма, на самом деле рассказывает про Италию. Просто невозможно рассказать про Италию и поехать для этого в Италию. Та дистанция, которую он устанавливает и находит именно тот город с именно тем сюжетом, как он это делает в зиме, и наполняет текстами, которые все время зыбятся на некоторой дистанции с Италией. То Шекспир и его итальянские пьесы, которые в большом количестве цитируются в этом фильме, или Лорензачо де Мюсе, или божественная комедия, но дающаяся в перебой на французском подстрочнике. Все это позволяет избежать иллюзии понимания, заменив ее трудом приближения. В качестве постскриптума можно сказать, что когда Марсель Анун уезжает в Брюкге на съемки зимы, журнал, который он незадолго до этого основал и главным редактором которого являлся в Париже Синетик, меняет Глафреда, воспользовавшись отсутствием основателя, и становится марксистко-ленинистским. Это очень хорошая история в том, что касается Аннуна и кинематографа 1969 года. Та идеология независимости, та идеология свободы, которую Аннун провозглашал на протяжении всей своей жизни, а умер он всего 4 года назад, разумеется, находится внутри этой левой французской интеллектуальной традиции. но приписать его творение хоть какому-нибудь изму оказывается возможным только в тот момент, когда художник куда-то уехал, куда-то удалился. Только когда художник отсутствует, как, впрочем, делают все художники. Спасибо.